Привет, я Энни Мэджик и со мной тут моя самая младшая собака Юмичу И сегодня я вам расскажу, ребята, про тот трэш, который происходит в нашей жизни И покажу самое главное событие этой недели, нашу новую машинку И расскажу, каким образом она у нас появилась Покемоша уже, видите, все изучает Но где же все остальные мои питомцы и что вообще происходит? Почему мы с Юмичу снова живем в Москве? Наверняка вы все видели сторис в моем инстаграме, где написала, что я переезжаю Все сразу запаниковали, такие, что случилось? Если нет, то подписывайтесь на мой и на инстаграм питомцев Чтобы быть в курсе всех самых свежих событий из нашей жизни И не ешь мой палец, пожалуйста Я, конечно, смеюсь, ржу, но на самом деле все не так уж и весело Итак, давайте по порядку Вы очень часто спрашиваете, где же остаются все остальные питомцы, собаки и киса Алиса В те моменты, когда я уезжаю из дома Смотрите, я еще не завела машину, а мне он уже пишет, что у меня дверь открыта Заботливый или заботливая? Ладно, о поле мы поговорим чуть позже, когда я буду показывать, чтобы вы тоже мне помогли определиться Что? Определиться с полом Стоп, включи мозг В общем, ребят, за питомцами следят мои самые родные и близкие люди Которые мне как родственники Так что не беспокойтесь, они в надежных руках Подожди, мне что-то это говорю Но несмотря на то, что я временно переехала в Москву Я не взяла их с собой по нескольким причинам Я настолько рада просто этому событию При том, что столько всего не очень веселого происходит Что я не могу сейчас собрать в кучу все свои мысли Кстати, вот он мой ключик Я потом покажу, как это волшебство работает Это реально, ребята, магия Так, во-первых, их много И это просто очень тяжело возить туда-сюда с собой всех четырех собак Именно в том положении жизненном, в котором я сейчас нахожусь Хотя сейчас всех можно просто загрузить назад и ехать куда хочешь И это просто офигенно Тем более, что у меня есть крутяцкий гамак, который можно будет назад постелить Чтобы не испортить прекрасные кожные сиденья Этого багического Я придумала новое слово Багический Именно вот сейчас, когда я вот так вот туда-сюда Да, вот Юми подтверждает Туда-сюда просто каждый день мотаюсь Это бессмысленно Во-вторых, для кошки это гигантский стресс Будет находиться в постоянном движении Третья причина То есть я постоянно еду То какая-то важная встреча, то еще какое-нибудь событие И я здесь в Москве, учитывая, что меня практически нет дома Просто не смогу хорошо за ними следить А вот с одной собакой, например, да Это гораздо проще Я взяла именно Юмичу с собой В отличие от остальных моих собак У нее начались какие-то проблемы с трусливостью Никто не боится, одна Юмичу боится каких-то странных вещей И я поняла, что ее нужно почаще просто брать с собой везде Ей нужно где-то бывать, все видеть, чтобы набираться опыта Москва отличное место, где с собакой можно научиться не бояться громких звуков, толпы, людей и так далее Смотрите, как крипово выглядит просто такая кукла, раздетая на скамейке московского двора Я думала, в это лето в Magic House будет очень много влогов, чуть ли не каждый день Но начиная с самой же первой фан-встречи в Москве Все закрутилось настолько быстро, что это капец Детский лагерь звучит в Сочи, куда я езжу постоянно И буду там бывать все три летних месяца А сейчас я еще поеду туда снимать клип Так что если не успеваете к 8 июля, приезжайте хотя бы на третью смену Врачи, к которым я хожу постоянно сейчас И, ребят, честно, как только я буду готова этим с вами поделиться, я вам все обязательно расскажу Но и самое, наверное, важное, это то, что очень близкий мне человек попал в больницу с серьезным заболеванием И мне нужно постоянно ему как-то помогать, как-то поддерживать В общем, я надеюсь, вы меня понимаете Но, вот честно, я не знаю, есть ли такие люди-боги, которые просто успевают все Мне многие из вас пишут, типа, Ань, ты нифига себе, ты столько успеваешь? Но это очень тяжело, ребята Поверьте, вот эти все перелеты и переезды, это не так, как кажется на самом деле Это все отнимает гигантское количество времени и сил Фуф, выговорилась Но лето еще не кончилось Хотя, судя по тому, сколько у нас здесь сухих листьев Вы посмотрите, чистейшая, прекрасная, красивая машинка Была поставлена здесь всего на пару дней во двор И она просто вся в грязных листьях и в каплях от дождя Ну, конечно, это же я собралась ее для вас снимать и показывать вам Поэтому, короче, надо сегодня нам с вами поехать на мойку Давайте о хорошем, ребятушки Стройка новой комнаты в Маджихаусе продолжается, все идет по плану И там еще кое-что меняется, много всего И я вам обязательно это все покажу и расскажу И так как лето все-таки, я надеюсь, еще не кончилось Будет еще очень много эпичных наших влогов А у нас, как вы поняли, новая машинка И сейчас я вам покажу просто волшебство Как вы помните, летом нельзя оставлять собаку в машине Помните мое видео, где я просидела в этой адской жаре? Но так как у нас сейчас не жара, я вам покажу офигенную вещь Я, конечно, понимаю, серьезные люди, которые ездят на серьезных машинах Такой фигне не удивляются Но я же мэджик Как она блокируется, открывается, как заводится Вот этим волшебным пультиком Видите, я уже сто лет на маникюре не была И у меня даже зеленка от ухода за больными Во-первых, это красавица или красавец Toyota RAV4 Toyota RAV4 Вот такая вот белая зайка Или все-таки зайчик Посмотрите, какие у нас классные диски Вообще шикарная форма Для таких занятых и деловых девочек, как я Которые постоянно куда-то ездят Вы слышали, как это тихо происходит? Этот шикарная фича Я знаю, крутое новое слово В багажнике Предположим, я опять поехала куда-то Чего-то накупила, продуктов Или каких-нибудь штук для дома Потому что он до сих пор до конца не устроен И я просто подхожу к машине Смотрите, волшебство Подхожу к машине С пустыми руками И просто вот здесь вот Провожу ноженькой Под багажником И что мы видим? Это же просто Это же невероятно! Вы видите это? Он просто открылся! Я ничего не нажимаю Нигде! Вообще! Он просто открылся! Когда я провела там ногой Что? Это так бывает, да? Ладно, хорошо, окей Он просто открылся Я, предположим, положила сюда в багажник свои вещи Кстати, багажник здесь Это вообще отдельная история И я вам как-нибудь про него подробненько расскажу и покажу Как раз тогда, когда мы отправимся в поездку И будем его собирать Я думаю, вам будет интересно посмотреть, что мы с собой берем Кстати, смотрите, в багажнике у меня уже здесь Наш корм платином, который мы кушаем И это что? Как вы думаете? Вы видели такой цвет? Может быть, даже не видели Потому что это новый его вкус Сразу, как только я забрала машину несколько дней назад Потом она здесь еще постояла, пока я была в поездках Потом я поехала за нашим кормом платином Который кушают мои собаки Потому что у них появился новый вкус А еще появились вот такие штуки Которыми закрывать пакеты можно Я, конечно же, себе это все накупила Чтобы вам в каком-то ролике показать Но так как я не знаю, когда я успею это сделать Я рассказываю вам об этом сейчас Я провожу обратно ногой Под багажником И что он делает? Он закрывается Вы видите? Он... О боже мой Он сам закрывается Все Ничего Никаких рук Можно вот так вот снимать Махать ногой Он открывается Закрывается Можно что-нибудь нести Махнуть ногой Засунуть И все И он сам откроется И закроется По-моему, я слишком эмоционально рассказываю Что вы сейчас подумаете Что я его рекламирую Дождик начинается Какого же она пола? Вроде Тойота Это девочка, да? А вроде РАФ-4 Это мальчик Рафик Мне нравятся Вот эти вот фары У него выпуклые Такие прям Ух Мы тебя скоро помоем Не грусти, зайка Вот у меня пультик Он лежит у меня Предположим В кармашке И я ничего не имею в руке Ни ключей Не нажимая Ничего Просто подхожу к машине И она Если я вот дергаю за ручечку Открывается Хотя она закрыта И если к ней подойдет чужой человек Он не сможет ее открыть Я сейчас еще раз нажму Вот я ее Закрыла Вот я дергаю задние двери Они не открываются Но если я Со своим супер волшебным Магическим ключом Подхожу к передним дверям К этой или к той И дергаю ручку Она открывается Она Она сама открывается Ладно, хорошо Да, я отстала от жизни человека Да, это норм Но простите меня Я просто не могу остановиться Восхищаться Кстати Да, чтобы вы понимали Откуда вообще эта машина Вот так вот тихонечко Нежненько Залазь Если вы помните Компания Тойота Пригласила нас С Покемоном Поехать на Майорку Попробовать покататься На их машине Тойота Королла Юми тогда впервые была на море Если вы не посмотрели еще этот влог Идите скорее его посмотрите Потому что это очень круто было И после этого Они нам просто так Дали машину Поехать в Лондон Только это был уже Ленд Крузер А не Королла Сейчас я где-то Сейчас там найду кнопочку И смотрите У меня креслица Так В общем Мы с ребятами подружились И они решили дать Нам машинку Уже другой Вот этот вот Прекрасный РАВ4 Уже на долгий срок То есть Это значит Что они нам доверяют И что мы классные И я конечно же безумно захотела Несмотря на то Что происходит в нашей жизни Сейчас поделиться с вами Этим прекрасным событием Ну потому что вы моя семья Я думаю вы будете за меня рады Смотрите какой у меня здесь Офигенный руль Кожаная панель Кожаные сидения В общем этот ключик лежит Просто у меня в кармане Никаких ключей Никаких заводов Ничего Обычная Просто нормальная кнопка Старт-стоп Если я сейчас нажму на тормоз То она заведется Если же я не нажимала бы На тормоз Она бы не завелась Но просто запустилась Но еще мне безумно нравится Просто сводит с ума Это пространство Тут его очень много Это реально Просторная машина В которой вместится Я не знаю сколько Людей Или животных Самое классное для меня Это то что РАВ очень чувствительный То есть вот просто Пальчиком можно рулить Слегка Через 200 метров Поверните направо Спасибо что ты меня перебил Федор Бондарчук Федя мой дорогой Хорошо что горит зеленый свет И ты можешь просто ехать В Москве Если загорается красный Он может гореть Очень долго И больше того Мало того что он долго горит Я успеваю 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 Тут все ездят как психи Или же ты можешь попасть В какую-нибудь пробку Типа на 4-6 часов И стоять в ней Долго-долго Поэтому очень хорошо Когда мы попадаем На зеленые Покемон Покемон Иди сюда Сиди тут И что будешь следить Следи за дорогой Смотри Или вон ребятам Привет передай Не знаю правда Видите вы ее Или нет Короче ребят Мы с покемоном Юмичу приехали Сейчас пойду схожу Сначала по делам А потом Отправимся дальше На мойку Спасибо что вы были с нами Послушали мои жалобы На то что происходит В нашей жизни Подписывайтесь обязательно На инстаграм Потому что там именно Вся свежая информация Все увидимся скоро В новых роликах